Тарифные войны между АО «ЖАЭК Теплоэнерго» и АОК «Странсгаз Аймак» не утихают уже который год. Заложниками сложной финансовой ситуации коммунальщиков становятся люди. Среди них есть добросовестные потребители и злостные неплательщики. Но без вины виноватыми оказались и те, и другие. Население задолжало за услуги АО «ЖАЭК Теплоэнерго» 400 миллионов тенге. И эта цифра уже давно не снижается. Выплачивают горожане по мере возможности. За последнюю неделю данной акции удалось собрать 2 миллиона тенге, из которых, допустим, самый крупный платеж призвал абонент, проживающий по адресу Циолковска, 16.1, 200 тысяч тенге сразу принес в кассу. Ну и разные оплаты, 50 тысяч, 100 тысяч и так далее. Во время выездов абонент на месте, если испытывает трудные материальные положения, во время беседы выясняется, что он не может оплатить задолженность всю сразу, хотя имеют крупные долги, с ним составляется гарантийное обязательство, составляется график платежа, по которому он ежедневно, еженедельно, либо ежемесячно оплачивает определенную сумму и в последующем полностью оплачивает долг. За последнее время сменилось несколько первых руководителей АО «ЖАЭК Теплоэнерго». Некоторые чиновники оказались за решеткой. Хищение бюджетных средств и завышение суммы при госзакупках. Ущерб, который был нанесен бюджету, до сих пор лежит тяжелым грузом на предприятии. «Отключили отопление и отключили горячую воду. Вот с 15 апреля, вот все считаете, июнь, июль, обещали объявление кругом ровно на доме у нас, что в августе включены. Ни слуху, ни духу, никто ничего не говорит, и все вот это безобразие дружится. Ну как вот, лето вот такое жаркое, мы без горячей воды. Вот пенсионеры с этими кастрюльками, сюда-сюда, с ведрами. Ну в чем дело? За это лето отключили уже четвертый раз. Кто-то не платит, а мы страдаем. Кто платит? Я пенсионер, и плачу это каждый месяц. Вот то начальство, которое в коттеджах живут, а кто в домах живет, в обыкновенных панельных домах, мы страдаем. Они-то у них свое подключение есть, сами себя обогревают воду, у них установки там, а мы, кто зависит от нашей ТЭЦ, страдаем. Сейчас АОЖЭК Теплоэнерго полным ходом готовится к отопитной кампании, но сделать это при финансовом дефиците не так легко. Роман Копняев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.